Сейчас занятия, там что-то не надо делать. Володя будет. Володя будет там, да? Да, ну конечно. Сейчас сообразим. Старостой... Кто? По храму. Все. По храму кто у вас старостой? Я. Ты. Одно маленькое дело. Я вижу, у вас разница есть одна, а она ничем не основана, только что люди так делают. Свечи возжигаются. До начала. 7 минут у нас, это полная, абсолютная тишина. Никто не пишет, шевелится. Выходит, ребенок начинает ходить. Это одно, но самое опасное другое. Он несовершеннолетний. Подсвечник выше головы, одна только капля зажженная пала в глаз, глаза не будет, его ни один врач не вылечит. Вы обдумайте, что за вами будет. Зачем это нужно? Вот у нас ставят свечи, есть, зажигают. Кто? Или брат Севастьян, или брат Виктор Андреевич. То есть люди, взрослые, знают, как это. А джечу, а так делают иногда. Мне даже не откуда-то отписали, там, из Италии, из Америки. У батюшки сын, ему 5 лет. Зачем ему волторебовать? Они играют, бегают, открытые царские врата, они бегают за другом, выбегают, а люди стоят молятся и спрашивают, а куда нам ходить? Ясно делаю, что безумие. Мы предстоим на литургии, как говорят, небо на землю сходит. Ну, воображение. Зачем? Какая игра? Ну, он устал. В другую комнату можно пойти позаниматься. В крайнем случае, пойди там, пройди с ними дорогой, вернись к тому, когда нужно войти. А вот так на самотек пущено. Я прошу обратить внимание, поговорить с батюшкой, это не надо. Беда прямо рядом где-то. Тем более, еще зрение ослаблено, он даже не увидит это. Ну, понятно, раскаленное, самое нежное место у нас тут. Так, занятие объявите. Батюшка сказал, что в час. В час, значит, в час. Вопросов нет никаких. Да, раньше. Так, видите, вот у нас сведения не все, я спрашиваю попроведать, а оказывается, не они находятся в городе. Мы все больных знаем, и даже нас нету, и их поминают все наше содружество, а это из разных стран люди. Я сейчас разговаривал с Людмилой, а она ушла. Так это, может, по вашим молитвам я выздоровел? Нет, это Бог делает так. Почему? От нас ничего не зависит. Наша молитва ничего не значит. Значит, то, как на нее, скажут так, отреагировал Господь. Вот так. Мы же узнаем и молимся об этом. И ни дня у нас не было, чтобы взяты в армию, ну, на фронт, насильно, вот здесь брат наш Никита. Мы молимся. Нас нету сейчас там. Все время молятся. Молитва идет. Это Александр Давидов сын и виноват Глушкова Максим. Там еще кто есть. Вард, другие, других мест. Бывает такое арестованные, сидят верующие. Даже не знаешь, за что, но верующие просят молиться. Мы взываем об этом. Вот этот иеромонах, он там, как говорилось, игумен, все. Он просто монах. То есть его патриархия сняла сан, этот, Романов Николай Сергей. Ну, и он никак не покорялся. Когда от него приезжал человек здесь, можно сказать, от него, я наказал, что ему нужно сделать сейчас. Он ошибку за ошибкой делал. Человек после крещения два раза убил людей. Двух убил. Его после этого рукополагают, маленько, так вот чуть-чуть думайте, кого ставите. Как можно его ставить? За что? Ну, убил там что-то, грабили его или что-то. А теперь игумен, да мало того, еще и схей игумен. Патриархия снимает с него саны, а я не признаю, нет, брат, тебя рукополагали, ты признал, признай то, что дальше идет. Или ты опровергни это и покажи. А я не буду. И присылают. Я не знаю, сколько там, ну, не менее, как 300 примерно по тому, как на машинах подъезжают полицейские. Все взломали, сейф эти все отняли, его посадили, проходит время, срок, и не два дня. Так, это 7 лет. Сегодня за убийство больше 7 лет не дают. И мы все равно его упоминаем в молитвах. Мы знаем, что Глеб Грозовский попал за то, что обвинение было, там это, это пили, нехорошее слово. Не знаем, но санк с него не снят. И за Глеба Грозовского мы молимся каждый день, не дай ему погибнуть. Потому что в вузах, когда ты в тюрьме, ты только в камеру зашел, ты не имеешь права никуда сесть, пока не узнает, кто ты. И не дай бог, ты солгал. Солгал, ты уже из камеры не выйдешь, труп вынесут. И вот здесь он заходит и что? Да я за то, что дети там вот мне приписывают, на каком основании? Цифры-то сходятся или нет? Это очень серьезное дело. Вот если я шел по той статье, которая против власти, мне везде уют и уважение. Не знаю, чем ли, такую власть и вы против могли сказать. Что я там сказал-то? Сказал-то готовые материалы, ну и не согласился с чем-то. А это теперь сегодня уже и реабилитация пришла, и подражание идет. То есть мы жизнь свою строим так, должны так строить, чтобы нас не будет, а канонизация уже шла. Апостол Павел говорит, поминайте. Кого поминайте? Наставников ваших? Какие? Которые сидели там за стенами? Нет. Которые проповедовали вам Слово Божие. Которые проповедовали. С этой статьи, если брать, то святых, то у нас единицы, на 5 человек всего находятся. И взирая на кончину их жизни, подражайте вере. Их считали? Вот это эпиграфом к 12 томам жития святых взял Дмитрий Ростовский, митрополит. Взирайте на кончину их, которые проповедовали. А почему? Везде есть, смотри, какой день, когда поклоны делать земные, у нас сколько есть. Батюшки выйти, надо выйти, Евангелие, где перекреститься, все описано. И так это много. Вот у нас один сейчас учится на это. У него одни пятерки. А литургия, литургия, когда пришел и говорит, не сдал экзамен. Да, конечно, что входит в литургию? Там многое что входит. Он ему задал вопросы, которые принимает. Как правильно считать по усопшему? Он говорит, а я даже не знаю, что такое урок. Если что, ну ничего не будет, готовься-то. Ну, следующая опять. У него одни пятерки идут. А здесь сразу двойка, полный рост. Почему? Оно не по Евангелию. По Евангелию жить сегодня это малый шаг. И уже он будет к небу идти. Мы говорим о том, что есть. Вот я сейчас сказал, поговорите с батюшкой. Малолетку не ставить на это дело. Не надо. Это вопреки закону. И у нас, я сколько знаю, нигде этого нет. Ни у святых, нигде. Одна капля. И вам не рассчитать. А это ничего не дает. Вот вроде у нас такие, они люди верующие. Они вот, ну это думают так. Надо все-таки рассуждать. Вот идете на занятия, берите бумагу. Не просто сиди и дремли. А какие у тебя вопросы решили? А вопросов за это время, я не был здесь 8 месяцев, накопилось и должно быть не один вопрос. А вопросов нет. А почему? А безразличие. А безразличие это теплохладность. А теплохладность это отвращение от Бога. Если бы ты был холоден или горяч. Холоден, то есть страх Божий меня берет, я потом выполняю. Бог сказал. А горячее это, когда Господь дает Духом Святым ревность истинную. А как ты теплохладен был, извернуй из уст. Ну извернуй, извернуй. Считаешь толкование, ты подобен блевотине, которая выходит из уст. Никогда бы не подумал, что речь идет о блевотине. Блаженна Фефилак прямо указывает. И поэтому нужно смотреть внимательно, которые прошли, проповедовали Слово Божие. Я так мысленно пытаюсь проникнуть. Давид пишет 57-й псалом. Где он был? Почему не написали? Что он как в Горьке там тазик начистил, маленький когда был, охота было считать. И от луны, от свет, и он тогда считал. У хозяйки брал свечку, зажжет, чтобы считать, некогда, ну днем работать. А хозяйка узнала, палочку возьмет, замерит, положит свечку, а утром встанет, она короче свеча. Это Максим Горький о себе пишет. Поэтому развить в детях жажду познания Слово Божие. Да он ребенок. Вот тут сама и сеять. Одна жалуется, архимандрит, он брат родной, ей вышла замуж, Барнауле, он близкий, кажется. И говорит, вот не слушается ребенок. Ну как? Да говорю, она прям платок с себя срывает, что я должен делать? Он говорит, а сколько ей? Ну сколько ей? Уже, наверное, месяца 7 или 8. Вот настолько ты опоздала. Ты должна петь песни ей, песнопение духовное, пока еще в утробе был. Ну, пример где? Пример в природе. Вы пойдете пасти, вы не увидите, чтобы теленок ревел стоял. А овечки непрерывно кричат. А почему? Он в утробе привыкает к голосу. Коровы ближе 2,5 метра бодают друг к другу, может прободение быть у нее живота. А у овечки нет, они головой к голове идут вместе. Она голос знает. Овечка идет и кричит, а огненок ее быстро по голосу находит. И чтобы дети стремились домой. А пока они здесь верующие, еще пока сходят. Хотя я смотрю, старые были выступления у меня здесь. Как дети вели себя, где они, я не знаю. Где Артемий этот? Кто-то знает? Кем он стал? Михаилов? Никто не знает. Вот видите как. А не знаем почему, потому что человек сам отошел. Я там. Мы должны понимать, что у Бога шкала измерений другая, чем у людей. А вот это, что с ним разговаривать, прелюбодей. А, прелюбодей. А как ты узнал? Ну как? Повенчался, а теперь не так. Видите, развенчали. Развенчание. Нет такого, нет, таинства нету. Вы видели, маленький ролик поставили, как двое пришли разводиться. Видел он книги, как благословлял священник. Вот такая книга, он поговорил. Так второй раз, а тогда спрашивают, а до каких пор, батюшка? А у него так, ты раз и наберут. До самой смерти. А мы разводиться не будем, за руки побежали. То есть, надо условия стать, да, такие, чтобы человек понимать, разводиться это очень плохо. Вот тебя толкает дьявол на грех. А как это узнать? Слово прелюбодея. Вот человек тянется к миру. У нас правила свои здесь. Такие, чтобы, если в брюках, то женщина дать ей юбку, надеть платок. Хорошее правило. Мне в интернете задают, а вы, когда вот, женщина, ну, написано, если она на 22.6 второзакония, в мужской одежде, а мужчина в женской, мерзость. То есть, по городу идешь, море мерзости. Вот такая она уже все в брюках, она не знает. А как сделать? Ну, показать человеку, рассказать. А если он не слушается, мы ничего не можем сделать. Наши законы потворствуют нарушению заповедей Божьих. Вот маленький пример. Афганистан. 9 лет там ходили советские ноги. С чем кончилось? 14 600 гробов. Никакого Афганистана нет за нас сейчас. Там устанавливается власть. Талибаны победили, и они с первого дня сразу рассыльны. По радио, по телевидению. Женщины вот такой образ должен быть. Она не должна снимать. Платье должно быть в пол. Всех-всех. Под роспись. А она назад, да видала я, видит тебя. Тут же сразу арестовали. А строк-то немаленький дает. Могут расстрелять. Вот в Саудовское райо и Йемен, и другое идет, журналист идет, а он спрашивает, журналистам прилетели, и сразу сказали, а она кто? Да мы в одной типографии там это, где-то работаем. Да кака же вы под руки держите? А ты сейчас полицию увидите, вам же минимум полгода будете в тюрьме сидеть, и каждый месяц будут на площади выводить 40 ударов палкой, и там 700 или сколько тысяч евро заплатить. Вот сразу раз я говорю, у меня руки в другую сторону пошли. То есть законы нужны. И вот прелюбодеи, прелюбодейцы, 4,4 Якова, не знаете ли? Они не знают, я честно, у меня одна жена, дружба с миром, есть вражды против Бога. Ты уже прелюбодей, ты изменник. Вот научитесь мыслить категориями священного писания. Не так человек тянется больше туда. Здесь, да, по форме уезжаю, поезд долой, мне не надо, и дальше все друзья. Мы видели этих. Мало того, да, не нанимают чужих, а тут наняли, что да я бы, и всю, избу строили бы мне. Ну, батюшка виноват, и говорить никого не призывайте. Ага. А где он живет? А вот он. Это понимаете, это мир, подставить батюшку под очень серьезное дело. А вот я бы, я бы принял вас на работу, деньги заплатил, а вот он, по пиарам мешает мне. Значит, дружба с миром, вражда против Бога. Дети, учатся у вас дети. Проверьте, какое общество, когда они бывают в храме, чем занимается свободное время. Это ваше дитё, ничего дороже нет у вас. Проверьте. Было такое у нас один раз, осенью, когда вы отправляли детей, учиться где-то, только один человек позаботился. А кто будет за ними смотреть? Кто будет этим молодым людям помогать? Помните? Я сказал, кто вы, и все догадались, кто это говорил. Вы запишите, какие у вас будут вопросы. Мы отвечаем абсолютно на все вопросы по интернету. Как я называю, по пяти параметрам. Что по этому вопросу говорит Библия? Что святые отцы, это 300 томов. Что говорит церковное право, 719 параграфов. Что говорят жители святых, 1173 биографии. И что говорят 300 поэтов мира за 200 лет? Это 20 тысяч файлов. 20 тысяч стихов. Ясно, что никогда никто на это не отвечал, отвечать не будет. А почему Бог? Это Богу. Только известно, как это все делается. Я не хочу... А ты хотел бы, чтобы отношения не изменились. В лучшую сторону. В худшую. Атака говорит, не тебе учить, у меня родители есть. Это уже он на грани полного отступления. Вот смотрите, здесь людей нету. Куда-то он поехал. Этот заехал, и он сразу все это знает. Начинает молиться. А какая дорога? Ты поехал, и у тебя сразу в начале молиться. Молиться не в одной стране, а почти везде по миру. Все новые и новые души приходят. С ними отдельные курсы оглашенных. Вчера только одного. Проверка прошла, задела его, а уже все билеты куплены, туда и обратно потеряю. На крещение-то отказать. Отложить еще на год. Понятно? Это идет работа. Притом работа не только братья, но и сестры, которые были здесь, приняли крещение. И все это принимаем как великую, неизреченную милость Божию. Когда священник с нами, когда делает так, радуется каждой овцы, которая возрождается. Итак, дружба с миром есть вражда против Бога. Против Бога! И поэтому дружбу с миром нужно бояться, как огня. Не означает, что там нельзя сельсоветом. Я все время молюсь за эту Людмилу, которая была каждый день. Какие были отношения? Я не знаю, как правильно назвать секретарь или председатель или управляющая сельсоветом. Что-то там такое было. Мы каждый день молимся, я скажу, кто Евгений, Наталья, чтобы обратились к Богу, долгов, которые здесь есть, которые люди близкие есть. Наполните молитву свою общением с Богом. Апостол Павел говорит, что я был вознесен, не знаю я, в теле или не в теле, до третьего неба. А иные говорят до седьмого. Седьмого нет неба. Это у мусульман в их книге. Там, может, и ни одного нет. Вот так написано. До третьего нет. Но в теле или не в теле, не знаю. И слышал неизреченные глаголы. То есть, я бы хотел вам передать. Ну, нет на земле этих слов. А вы как узнаете, что есть? Очень просто. Молитва. Молитва. Ты знаешь во сколько? Ложись вовремя, раньше. Первая молитва начинается, допустим, я скажу, как Господь делает это. Первый час ночи. Иногда настолько уставший, едва до постели. Мне бы в 2 часа 17 минут, Господи, встать на молитву. Ночную, не считай утреннюю. В 2 часа 17 стенку колотить. Никого нету. 3 дня назад или 4 было. 2 часа 17. Или, кажется, я бы в этот день сказал, мне бы встать пораньше, на 20 минут. Ровно на 20 минут зазвонил будильник. А будильника вообще у меня нет. Днем, когда... Ну, не могу. Я уже несколько раз нос разбивала, клавиатуру. Пищатаю, и во время пищатания заснуло. Тело уже не держит. Я не могу смириться, как будто бы, что... Ну, 84 года уже за плечами-то. Да они не в углу происходили где-то. И как? А вот как Господь скажет. Я тогда беру эту сумку, ну, обыкновенная, тряпочная как. Вот так ее закидываю, чтобы головой опереться о печку. А здесь, маленько, чтобы видно было. Господи, дай мне 15 минут отдохнуть. Ровно 15 минут прям возле головы стучит. Ну что, в первом веку поблагодарить того, кто послан. Притом это не раз, не два, а годы. И вы в это верите? Верю. Почему? Я молился, я просил, и Господь это дал. Мне вот очень часто, вот вчера, например, один человек и говорит, такая тема там, война идет, когда правильное рассмотрение. И сказали, вот такие-то два человека, живущие в Америке, правильно освещают эти события. Как-то найти, надо посмотреть. Я только подумал, вы мне выбрасываете материалы, где они находятся. А как вы узнали? Ничего не знал я. Вчера один и говорит, вот когда мы были разделены, 15 тысяч километров между нами, он в Украине, и в годах уже устроился, ухаживать за больными, а там очень хорошо платят. один больной, которого можно всю семью прокормить. Ну и его звать Леонид. Ну не знает еще. И вот я, говорит, сплю, число называют где-то. Подходите вы, как дали мне ногой по ноге, что спишь? Вставай на молитву. А кто ты? Игнатий Лапкин. И вы, говорит, сразу исчезли. Я, говорит, тогда днем зарядил, нашел и на меня вышел. А он 50-ник. И все сейчас принимает. Так мне писали, это с Австралии и Нидерландов, Ирландия. Приходили ночью и пинали меня. Я хоть ночью-то дома не бываю или как? Или до третьего неба. А тут я до третьей койки. Да так больно, говорит. Я сразу соскочил, испугался так. И как? Помолился. А потом давай вас искать. Ни разу не слышал, не видел. Это что, нарочно? На молитву призывает нечистая сила или как? Притом я не собой хвалиться, а Господом, как он близок к сокрушенным сердцем. Вот что-то не так. Так сразу мы сообщаем. Вот сейчас мы просили, чтобы Господь помог нам переиздать Новый Завет блаженным февраком толкования трехтомник. И везде цены подскочили невероятно. А почему? Бумажных комбинатов нету, все с Китая заводится. Они теперь-то как хотят, нам цены назначают. Мы нашли это где-то там уже живет рядом в Москве Николай Астахов, Можайск, еще дальше. Только того, чтобы привезли книги, эти изданные, 220 тысяч рублей пришлось заплатить только за транспорт. А кто даром будет делать? Но милостью-то Божией мы получили, а теперь отовсюду благодарности со всего мира буквально идут. Новое издание трехтомника. И сразу же мы заказали четырехтомник. Называется «Проповеди в стихах». То есть мои проповеди, эти стихи собранные, ну, там 752 страницы, трехтомники, а здесь 882, и четвертый том, четыре тома, 912 страниц, и 96 страниц святых фотографий. То есть фактически страниц больше тысячи. Четыре тома. Ну, вот думали, где, как издать. Там издали, все-таки тираж есть. Притом цены, вот так вот, как будто сорвать вот этот лепесток. Пять миллионов. Ну, нет. Вот показывает, какой цех, как работает. Пять миллионов 999 тысяч. Ну, понятно, что. Ну, когда денег-то нет, я еще думаю, то есть с колен не вставать только. И здесь только получили при жизни, если этого мнения издадут, не будет, а это 3467 проповедей. 3467 во свете Библии. Это никогда не было. Есть стихотворение, где 36 строчек, все по 36, 9 куплетов. Написано, откуда взята книга, глава стих, книга, глава стих. 36 раз надо Библию открыть. И передали вот на той неделе, вот как окончилось, в начале печатать уже. Мы думали, 50 экземпляров, 100, потом 200. Вдруг деньги приходят совершенно не, когда мы с людьми не встречались из Америки, то сразу перевели на рубли. Мы уже заказываем 500 тогда экземпляров. Ну, 500-то. Еще только узнают, и уже люди заказывают. По милости Божьей, в начале печатать. То есть предоплата, перед тем, как начать, надо бумагу закупать, это 30% от стоимости. То есть, что за миллионом там, где находится, уже заплачено. А теперь думать о выкупе. Все порассчитали. И каждый день, помаленьку, помаленьку там, как-то где-то. Мы объявили для людей, чтобы они знали, вы хотите участвовать? Участвуйте. Один говорит там, а вот мы десятину тут копили, можно отдать? Можно. Но деньги, получите книги на это, уже продавать не можете их. В первую очередь, подарить их священникам. Разумно? То есть, в каждом вопросе решается так. И сейчас уже четырехтомникам практически только ждать. Они придут сюда книги. Как готовили корочки, что на корешках написано, какого цвета. Буквально весь мир расшелудили, как говорят, расшевелили. Люди давали разные советы. И, наконец, на четырех все остановились. Вот эти фотографии нужны. Там я босиком был. И тут агентство российское было. И сфотографирую я босиком иду, с жезлом, а так опираюсь, и на одном томе будет эта фотография. Сильно нравится. Ну, ничего нет. А в другой, ну, фотографии надо. Ну, вы знаете, это у нас там Надежда Дмуха. Вот она, я говорю, ты приди, пофотографировать надо. А у нее нечем. У кого-то заняла, приехала. Фотографировала она там, не знаю, сколько сделала снимков, ну, сто с лишним. Я посчитал потом. Выбрать-то надо один. Она не знает, какой я возьму. И люди как. А там машина стоит наша, Газель. Я вот так вот подошел в своих там вот таких под Фордах, оперся. И все признали, это лучшие фото. Совершенно она просто вот так склонилась с самой земли, вот на таком уровне. она не просто склонялась, а оперлась на землю. А после, ну, хоть одна-то пригодилась. Пригодилась, взяли на корочку, вы ее увидите. В другом месте я стою с голубем. И на фоне российского флага, не скрывай, я влюблен в него, все флаги мира, фактически, мне были известны, когда работал на Балтике. Не было только флага той страны, которая не имеет выхода к морю. вокруг нее там разные государства. И как? Я спрашиваю, допустим, на Украине синее, желтое. Объясните, что? Вот так вот. Вот так синее, желтое. Ну, у нас был тут с Украины один уехал. Ну, это подсолнечник. Подсолнечник? Ну, что это за флаг подсолнечник? Вот это я возьму старбулу у долгов, да помахаю лучше светком, это понять не будет. И синее, что означает сбоку? Синее не знает. А у русских как? Первая полоса красная, вторая синяя, третья белая. Согласны? Да так, ну, никаких там двухглавых куриц не рисуют. Где правильно? Что? Все рождаются в крови. Кровь. Жизнь вся такая идет угроза смерти. Второе. Помышляйте о горнем, а не о земном. И в таком порядке. То есть всю жизнь надо прожить, размышляя в небе. И третье, 20 глава, 11 стих Откровения. И увидел я великий белый престол и сидящий на нем от лица которого бежали небо и земле, а не нашлось им место. Белое. Родился, живи для Бога, и ты будешь Богом. Это флаг проповедь. Одной стране за всю мировую историю дан такой флаг. Вы это помните. Где бы ты не увидел этот флаг, ты сразу понимай, это что-то еще для русского народа приготовлено. Даже не знают. Просто я начинал их флаг объяснять, и они рот раскрыли. Ну, передо мной 750 офицеров милиции, полиции теперь. И у каждого вот этот триколор. Я говорю, что он означает? Не один. Когда я объяснил, они запереглядывались, так мы что, религию проповедуем? Флаг теперь нам не отменить его. Никак. У меня есть снимка, я с детьми стою и флаг показываю. Притом, не так, а именно в восходящей степени. Родился, я живу, думая о небе, и дальше великий белый престол и сидящий на нем. Вам слышно это? Я вот это сказал, какие незнакомые вопросы, дела, или что, что я сказал, не досказал, вы придите, все, и сразу вот это. Будьте добры, объясните. Я своего, это во всем мире знаю. Там такие отзывы, вчера у меня вчера день рождения был, 10 июня. Это вообще, это не выскажешь. Таких поздравительных ни один премьер, ни один президент не пишет. Поздравляем всех в мире с рождением, и мне показывают, какая дата. Другой там пишет. Да, 10 июня 1939 года Бог не послал нам человека, чтобы всех пробудить. Там такие эпитеты, все накручивают. А почему? Они обратились. Вся семья пришла. Были никакие. Очень в негодном состоянии. А так как проповедуем, Слово Божие коснулось. Вот у вас приходят здесь, я не знаю здесь, Илюша это, да? Вот. С ним беседуете или нет? Он, я маленький, его и у вас знал. Ну, он приходит. Ну, отдельно где-то встретиться, рассказать ему, что такое богослужение. Это сидит, вот. И он тоже сразу сел, сидит. Все стоят. В 84, мне полные годы еще ни один человек меня не видел сидящим. А почему? Нам пример оставила дорогая сестра, вы знаете кто, Серафима Гавриловна. Ее сидящие никто не видел. Так? И она только когда болела и говорила, я так боюсь, чтобы лечь. Если лягу, то не встану. У меня нынче было, попутно о себе сказать, 4 болезни сразу на меня нахлынули. А как? Вот так вот, по периметру, свищи, это как черьи. Ну, пришлось лекарство быть, Володя у меня тут помажет где-то, остальное там, все, и диету сменить, и гимнастику, ни одной таблетки так и не съел. Там нужно было где-то уже диагностический центр, там все просматривать. Виктор Андреевич, врач, буквально за руку ведет. Все уже показали. Снимай, говорю. Нет, не пойду. А теперь я вижу, что и не надо было. Все болезни от меня, все отошли, я сразу дал по интернету, я не болею. Что колени истерлись, у меня с трудом где-то, но они с детства на полях. Батюшка сегодня смотрит на меня и говорит, а что у тебя ноги кривые? Я говорю, батюшка, ты казаков посмотри. Я на лошадях вырос. А на лошадях я, значит, его бока-то прижимаю где-то. И они такие казаки, они называются ноги колесом. Ну, я не совсем колесом-то, ну, не такие уж и прямые. Прямые ноги ценятся. Попутно скажу, один едет в автобусе или где-то. А лето, распаренный, исполнился к женщине. Она обернулась, дышать нечем, нажрутся и тут, нажрутся. А мы не одеколон пили. Настоящий спирт был. Да, я завтра просплюсь и здоровый буду. А у вас ноги как кривые были, так и останутся. Ну, хоть чем-то. Чтобы вам никогда не искать недостатки, а положительные. Самое, я вспоминаю, что у нее есть. И мы ее на память все время ставим. Простите. Если начинать, буквально с нового листа, чтобы сегодня было. Мне прошу прощения, может, только выговорить надо, не просто как. В чем я виновен, я готов принести, понести эпитемию. Самая большая эпитемия, это за дружбу с миром. Запомните. Человек изменил жене от 7 до 10 лет. А у Григория и кисарейства есть так. Если ты спознался с неверующими и открыл тайну где-то 30 лет. Вы поняли, куда я клонял? Знать, с неверующими и туда идти. Это соглашение только стоять. Он не может стоять здесь. Крепко до себя это держите. Я правила Господне три года отдал им, изучая. Эпитемия. И когда нас на одного наложили эпитемию, разговаривал грубо и сказали до Пасхи не выступать, не говори. Человек разобиделся. А усатая это Наталья, она с Германии здесь принимала крещение. Она говорит, ну дайте мне эту эпитемию. Не даетесь? Я сама на себя беру ее два месяца буду молчать. А говорунья такая. И все, два месяца прошло, она теперь выступает, говорит, у нее есть, что сказать, молчание. Хорошая мысль у католиков в каждой священнике в течение года кажется, могу ошибиться, то ли недели, то ли полторы быть в одиночнике, как в закверте, там может быть одно ведро или два ведра погано, чисто. И чтобы никто не мешал подумать, кто я такой. Только Библию с собой взять. Советую каждому испытать. Когда я был в тюрьме, я очень сильно хотел этого. Когда я вернулся, так и не нашел ни одного дня. Только закрылся, уже стучал в дверь, открывая дверь. Интернет уйду, сегодня меня будут бомбить со всех сторон. Благо, есть кто помогает. С Богом. С Богом.